Итак, это анализ рынка. Сегодня 30 августа 2024 года. Время 7 часов 16 минут по Москве. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США из плюсе, нефть в минусе. По нашему рынку мы вчера с вами видели пробой Ямай 9, 2717 пунктов. Благодаря шорту выносу в акции компании Gazprom, которая... Компания, которая заработала деньги, которая сообщила, что дивидендная база постепенно растет. И там прошу шорту вынос. В принципе, также по акциям Мечел вышел, вынос пошел шортистов. Тем самым тоже этот фактор наш вами рынок постепенько подгонял выше. В общем, сегодня я ожидаю постепенного выхода нашего рынка в район 2725-2730 пунктов. Соответственно, уровень очень важный. Ямай 9 по 4-часовому графику. Если вот его полностью пробьем, прошьем, конкретно прям пробьем, то все. Следующий счет будет 2800. А за 2800 уже 2900, за 2900 3000 пунктов. В общем и целом я к чему все кланяю? К тому, что шортистов сейчас много, на самом деле, по рынку. Шортов позиции тьма тьмущая, также по рынку. Поэтому надо быть максимально аккуратным в принятии решения в пользу шорта. Многие, на самом деле, сейчас участники рынка, они продолжают армагеддонить, ждут непроизвольный крах рынка. Но будет ли оно так, как считает толпа, как показа практика, нет. Ну, в общем и целом, классика жанра. Я еще раз напомню, что среднесрочный пост, так аккуратненько подкупая по нашему рынку акции Российской Федерации, то спекулятивно тоже подторговываю по нашему с вами рынку. Ну и, соответственно, мои цели выше. Где цели ваши? А черт его знает. А вот мои цели, господа, выше. Хотел продолжить в макроэкономике, затронуть с тематикой Центрального банка. Смотрите. Вышел Заботкин, сказал пару слов. Рынок в моменте опять обвалился. Классика, просто классика. Цитирую. Банк России видит необходимость поддерживать жесткую ДКП дольше, чем ожилось год назад, говорит Заботкин. Экономика России стала менее чувствительной к измене ключевой ставки. Для снижения спроса на кредит в экономике в целом нужна более высокая ставка. Проинфляционный сценарий, залога ЦБРФ, более вероятный, чем дезинфляционный. Но они оба гораздо менее вероятны, чем базовый сценарий. И, соответственно, Заботкин еще заявил потом, что повышение ставки ЦБРФ не имеет границ. То есть, по его лойке, ставка 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% годовых. По его мнению, эта ставка собит инфляцию. Это жестко. Соответственно, хочу перейти дальше на прогноз Центрального банка по инфляции. Смотрите. ЦБ предоставил три альтернативных прогноза по ситуации в российской экономике. Рисковый в пользу КРИСа, базовый, дезинфляционный и проинфляционный. Соответственно, смотрите. Во-первых, я вижу из прогнозов ЦБРФ, что они не понимают, что будет с экономикой в будущем. Они вообще не прогнозируют ее адекватно. То есть, они тыкают пальцем в небо и все. Во-вторых, нужно понимать, что высокоключевая ставка, она прибет к чертов матери экономику. ЦБ трезво отчасти, трезво вроде начинает понимать, что высокая ставка, она губительна. Раз в базовый сценарий разложили ожидание по дезинфляции, извиняюсь. Снижение инфляции в будущем. И есть еще один нюанс из УЗПрезидента. Владимир Путин заявил, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевого ставки. То есть, еще раз. Владимир Путин заявил, что инфляция продолжает расти, несмотря на повышение ключевого ставки. То есть, уже президент начинает понимать, что ЦБРФ какой-то там непонятностью занимается. То есть, ставку поднимает, инфляция не сбивается. А мы с вами, господа, много раз говорили, что повышение ставки не собьет инфляцию. Это невозможно технически даже. Нету керри трейда как такового. Но при этом даже сворачивая льготных программ, сворачивая льгот для каких-то госкомпаний, для малого и среднего бизнеса и прочего, все равно инфляцию не остановит. Понимаете? А остановить инфляцию может только что? То, обвал ключевой ставки до минимумов и запуск российского производства. То есть, того производства, которое на наш рынок будет заполонять отечественные товары. Условно говоря, есть там иностранные телевизоры. Русские люди могут тоже такие телевизоры делать. Легко. Плагиатить на раз и два можно такие вещи. Можно их так сплагиатить, что потом эти же телевизоры в рынок сдавать по полной программе. И цена будет на них обваливаться. Другие товары также можно делать. Да, для этого необходим будет минимум полгода-год для реализации, для быстрой реализации подобного вопроса. Но этот вопрос, он все равно стоит на среднесрочной перспективе времени. То есть, если, повторюсь еще раз, ставку не снижать, если не перезапускать индустриализацию в России, если сейчас этот вопрос не решить, то потом этот вопрос уже вообще будет нерешаемый. Пока мир будет голопым и развиваться, мы будем стагнировать, немножко развиваться, стагнировать, немножко развиваться, стагнировать. Но это жесть будет. И почему так? Потому что ключевая ставка в высокоцентральном банке не дает бизнесу развития. А российский человек, это человек предприимчив в массе своей. Ушлый, очень ушлый человек, который на месте не сидит. Поэтому Владимир Путин уже понимает, что повышение ставки ни хрена не влияет на инфляцию, не повлияет. Поэтому то, что мы видим с вами сейчас, это монетарное безумие. Это монетарный психоз уже центрального банка. И Заботкин сказал, там другие, представьте себе, говорят, что ставку, видите, надо поднимать дальше. Я говорил, скажу еще раз. Да, вы ставку поднимете. Ок, хорошо. Но вы экономику в баранье рог согнете. А раз вы лишаете уже всяких льгот малый и средний бизнес, многие компании под нож пойдут, под банкротство. Это плохо будет для государства впоследствии. Почему? Потому что малые и средние компании также государство обеспечивает налогооблагаемой базой. Ну, взять предприниматели, ООО, ОАО там и прочее в этом духе. ИП всякие там и прочее. Из деятельности платят налоги. И поверьте мне, многие ИП, многие ИП платят довольно-таки большие налоги в государственную казну. Вот тут и кроется вопрос, как бизнес в последствии будем поддерживать при высокоключевой ставке. Ответ прост, никак. На самотек пускают. В общем, центральный банк перегнул палку. И он сломает палку в случае повышения ставки выше 20% годовых. Они уже про 22% заговорили. Прикинь. Это монетарный психоз. Самый настоящий. Далее. Индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Собственно говоря, да, ЦБРФ находится в состоянии монетарного психоза. А я не понимаю, что им с инфляцией делать. Хотя, понятно, что надо делать с инфляцией. Я вчера в виде ролика говорил, что деньги это не товар уже. Деньги это средства инвестиций. Это средства достижения целей. Каких целей? Расширение экономической мощности государства. Но, как видим, центральный банк, ну-то пофигу. Печально. Так вот. Ставка высокая будет с нами надолго. Поверьте, я много раз говорил, что двузначная ставка с нами, наверное, на всю жизнь остается. Но, даже при высокой ставке, мы должны понимать психологию управляющих, крупных управляющих активами. Они не поют на вклады. Они не поют в пифы. Почему? Потому что они управляют триллионами рублей. Они поют в рынок акций, в рынок облигаций. И вот смотрите. Уже постепенный откуп шартов, серьезный откуп шартов, идет раз, два, три, четыре, пять торговых сессий подряд. То есть, мы опять по четырем часам прием к медианной полосе Больнджера. А по дневному графику это Яма-9. 2,760 пунктов. Полагаю, что мы сюда и подойдем уже вплотную. Мы здесь сегодня, скорее всего, сессию торгового закроем на Яма-9. 2,760, 2,760. По дневному графику, подчеркиваю. И на будущей неделе надо будет уже смотреть. Готовьте рынок вынуться. Почему? Потому что у нас также имеется конвергенция ценовая. То есть, перепродность, конвергенция, объем продавца снижается. Конвергенция по индикаторам товарных каналов тоже нарастает. Соответственно, по недельному графику мы уже в перепродность находим. Сильной перепродности. Плюс на крупном уровне поддержки. Вот здесь вот. В общем и целом, зона покупателей достигается. Точнее, она уже достигнута. Поэтому сегодня отскок на Яма-9. Вот сюда 2,760. На будущем надо будет смотреть. Какое настроение у покупателей вообще будет. Вообще, вчера в рамках нашего клуба трейдеров мы тоже неплохо проторговали акции M-Video. Я также давал другие идеи. Там по питерской бирже, по Мечел привилегированной. Фьючерс на природный газ. Сегодня я постараюсь проторговать, наверное, от Ланга. Фьючерс на индекс ММВБ. Как раз к выходу цены в район Яма-9. Ребята, я, собственно говоря, опять на эфир выйду в 9.55 по Москве, в нашем клубе трейдеров. И все детали по своим сделкам традиционно там опубликую. Вот, вчера у меня, правда, 2 сделки, повторюсь, было. Это акции M-Video и прибыль и фьючерс-контракт на природный газ. Ну, в общем, в целом, фьючерс начинают торговать все больше, больше и больше. Ликвидность с рынка по спинке переходит туда. Вот, там бабла можно больше получить от счет вариационной маржи. Кредит на плеча, то есть, ну и прочего в этом духе. Поэтому, в целом, ждите меня в 9.55 на прямом эфир в нашем клубе трейдеров. А, забыл напомнить, что, помимо прочего, там имеется 15-процентная скидка в честь предстоящего дня знаний 1 сентября. Вступит наш клуб трейдеров или клуб инвесторов. Можете через официальный сайт bierjikviv.ru Либо через нашу телеграм-боты BIRJIKBOT. Ссылка в описании в YouTube, Яндекс.Зен и ВКонтакте. Подчеркиваю, скидка 50%. И в эфир сегодня вхожу в 9.55, где буду нашими российскими эмитентами и российскими фьючерсами торговать. Далее, Яндекс РТС и фьючерс на РТС. Тут как по ММВБ. Придем в район Яма-9, 950-960 пунктов уже сегодня. И здесь будем закрывать торговую неделю. Я тоже идеи в клубе трейдеров давал по РТС. Да и публично тоже говорил, что жду выхода РТС в район 960. Во втором это вынос получили. И сейчас, я говорю, жду повторного выхода на Яма-9, 950-960. Все желающие преланговали его, прибыли, срубили. И, как говорится, из позиции вышли. В общем и целом, скоро будем Яма-9 пробивать и выходить выше на 1010 пунктов. Так что будьте готовы. Далее, валютный рынок. По валютному рынку вышли на диапазон отработки уровня 12 рублей. У нас будет скоро фаза с вами отбоя. То есть мы опять сегодня примем этот диапазон КИМА-212 рублей. И потом покатимся вниз в район 1,50. Еще раз напомню, что с импортом проблемы. Валюта в Майсвей никому не нужна. Поэтому она так чисто дорифует, не более чем. Далее. Нефть марки Брэнд. Ну, сразу скажу, что нефть в нашем клубе трейдеров. Я теперь буду активно торговать. Именно фьючерс-контрактам. Все. Я, как говорится, возвращаюсь на срочный рынок. В полном мере буду его не как вот до вчерашнего, ну вот, редко подторговывал. А часто, 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 очень часто. Вот. Поэтому по нефти сегодня будем торговаться в диапазоне 70-80, 70-20. Вот так проторгуемся, продрифуемся. И потом пойдем выше в 80 долларов 50 центов. В общем и целом, здесь к уровню 77 мы вышли вчера. Локально отскочили. Проторгуемся. И потом пойдем закрывать шип вышестоящий. К 80-50, 81. Ну, так я округляю эти значения. Далее. Природный газ. Ну, вчера мы природный газ с лоби трейдеров тоже хорошо проторговали. Вопрос, как говорится, к этому инструменту нет. Ну, я лично не имею. Вот. Поэтому по газу что? У нас ЕМА-200 проходит по 2,15. Тут проторгуемся, продрифуемся. Обвалимся опять вниз. На передглеб. 2, 2, 0, 3 примерно. И тут мы будем хоть время еще стоять. Поэтому будьте аккуратны. Цели по газу находятся ниже. Драгоценные металлы. Золото, серое, платина, палладий идут ниже. Золото на 2,500 скатывается. Серебро на ЕМА-229. Платина на 930. Палладий на 954. Ну, в принципе, есть индекс баксов. Постепенно растет. Вот. Соответственно, вот видите, он растет. Соответственно, давление на драгметаллы мы получаем. Я еще раз говорю, что драгметаллы будут потом еще сильнее падать. Потому что индекс баксов будет на сопротивление 123 пункта. Вот. Там он развернется потом вниз. Но к тому времени у нас золото будет по 2,440-2,420. То есть тут цели ниже. Дивер есть, продажи есть. Соответственно, цели у нас открываются ниже. Поэтому лонговать золото я, честно говоря, не собираюсь. Шортить тоже не стану. Не вижу никакого посыла, никакого смысла. Ну, поэтому пока я нахожусь в стороне от этого рынка. Ну, что касается акций Российской Федерации, которые движут наш рынок. Мы с вами здесь следующие. Смотрите. Во-первых, Мечелл – это акция «Бомж». Я ее так называю «Бомж-цепях». Я ее по-другому не могу назвать. Почему? Потому что акция – компания с большими долгами. Соответственно, они продают уже литовскую дирекцию бизнеса. И эти деньги, скорее всего, направят на погашение долгов. Но я думаю, Игорь Зюзин – чувак такой компетентный в этом вопросе. Глава компании Мечелл, которую долги так дальше будут брать и погашать. В общем, я все кланю к тому, что по Мечеллу цель все равно выше находится. Смотрите, дневной график. Вот у меня тут перепродность тотальная. Недельный график у нас. Это вообще фиаско, братан, называется. В общем и целом, у меня среднесрочная по Мечеллу поспевненько копится. Я ее выше буду держать. Может быть, ЕМА девятый, уровень 155-160 и к уровню 175-180. Поэтому, извините меня, продавать Мечелл, как сейчас многие пишут, вот Михалыч, отсел Мечелл, Михалыч. Ну, не знаю, ходить брать Мечелл – продавать, ваши права. Какая хер разница? Это ваши деньги. Вот вы и продаваете. А я буду копить позицию. У меня глубоко фиолетовый внешний Армагирин. То же самое, что и по Распадской. Я позу копил, копил, копил в этом треугольничке. А теперь распределяется вверх. Где моя цель по Распадской? Ну, первая цель будет 290, вторая где-то в районе 300. Поэтому, по недельному графику конвергенции есть, перепродность есть. И выход цели, выход цены к вышестоящим целям тоже имеется. Поэтому, я здесь замечил за Распадскую, не переживаю. Вчера N+, тоже опубликовал мега жесткий отчет. Вообще, вундер прибыли, я скажу вам. По N+, я жду фатального возврата цены в диапазон боковика 480. Средний значение и верхнее значение – это 520-540. Поэтому, я вам скажу так, что бумага вообще от ТАСС. Вот. Что касается... Что касается голубых фишек еще по Лукоилу. Ну, Лукоил, слава Господи, нам схватило с вами ума его продать. Вот в этом уровне 6600. То есть, покупали мы его с вами где? Вот здесь на 6. Там 90, когда я сигнал давал. И продавали по 6600. Ну, где-то 9% прибыли забрали. Сейчас Лукоил идет вниз. Потом развернется опять вверх. На 6600. Далее, что касается Газпрома. Ну, Газпром – это психоделическая компания уже. Самая настоящая. Которая вчера вышла в шорт и вынос за счет фактора хорошего отчета. И фактора того, что дивидендная база в компании копится. Сегодня выйдем в район сопротивления 138-140 рублей. Сюда. И тут мы неделю торговую с вами закроем. Что касается акций Татнефти. 5 полукоил идем вниз. 580. Разворот на 620. Цели, скажем так, прежние остаются. И по акциям компании Сбербанк. У нас цели тоже остаются на ШП 255. С выходом потом на 271, 279 и 287. То есть, цели все равно по рынку акций находятся выше. Кто бы что ни говорил. Ну, в общем, паника – дело такое. Не прагматичное. Поэтому не суетитесь, не парьтесь, не переживайте. Все будет нормально. Вот. Жду рынок выше. Как говорится, Илья Сорочев, поздно коплю. Не сучусь, не парюсь. Только срочно торгую фьючерсы и акции Российской Федерации. Ну, и валюты, в том числе. Господа, еще раз я вам рекомендую подписаться. Наш клуб трейдеров, клуб инвесторов. Пока еще 15% скидка для вас имеется. Я всеми силами пытаюсь эту скидку держать. Даже в ущерб себе, сразу подчеркиваю. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши каналы. Клуб трейдеров – это спекулятивный канал. Я торгую каждый божий день всеми инструментами рынка. И клуб инвесторов – это у нас среднесрочный канал. Обязательно подпишитесь. Потому что актуальность этих клубов, она будет сейчас возрастать в рынке. По мере разворота рынка у народа будут поступать вопросом, куда идти, что покупать. Но покупать поздно будет. Тогда, когда народ им заинтересуется. Покупать сейчас надо. Пока есть возможность, пока есть перепроданность на рынке. И всеми идеям по рынку, всеми я с вами делюсь на этих наших клубах. Поэтому обязательно подписывайтесь. Также я вам рекомендую подписаться на наш телеграм-канал про рынок акций. Видео-хостинги в контакт-группе Яндекс.Ин и Рутюб-канал. Ссылки в описании, как говорится. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотной стратегии. Наши, черт возьми, главные союзники. На этом все, господа. Всего вам доброго, удачи торгов. И дай бог вам терпения, здоровья, счастья и всего того, что вы себе пожелаете. Удачного торгового дня. До свидания.